Романюк Руслан, Церковь Посольства Благодарных Сердец. У вас сложены чемоданы. У меня вопрос. Расскажите, пожалуйста, о времени, приведенном на Украине, отношении людей, на ваш взгляд, и о ценности, которые вы вложили, и какой результат, на ваш взгляд. У меня большая просьба... По одному, да. У меня большая просьба сказать не то, что нужно нам услышать, а то, что в вашем сердце находится. Тогда по одному, это два парня, по одному. Первый вопрос. Я понял, да, но он говорил... Про людей. Народ Украины, что вы о нем думаете? За все время, которое вы здесь проживали, какие-то изменения, что на ваш взгляд... Такое место. Это первое, да? Это первое. Народ Украины, что я о нем думаю, да? За тот период, который я здесь живу. Вы хотите, чтобы я сказал, что я о нем думаю объективно, как есть моя оценка, или как этот народ относился ко мне, как он меня принял, и мое впечатление о народе Украины, или что я думаю? В общем, впечатление о народе Украины. Я хочу еще раз сказать, что я могу ответить на этот вопрос по разному, по двумя способами. Если как мое, мое, мое чувство, мое переживание, и мое впечатление о народе Украины, как, ну, из моих опытов здесь жить, с каким впечатлением я уезжаю в Украину, как оно, ну, ко мне отношения, это одно. А если говорить об Украине и народе Украины, как я знаю, как я постиг, то не как я чувствую, не как ко мне отнеслись, а как я знаю, как то, что я изучил, то, что я понял, из опыта, тогда это другое. Я не знаю, вам не понятно, да? Разница вам не понятно? Видно? Вот, есть разница, то, что я сказал или нет? Какое вы хотите? Или то и другое? Тот и, тот и, один и второй. Ничего не понимаю. Вы хотите и то и другое, или одно? Хочу один и второй. Хорошо. Если то, как мое впечатление от народа Украины, как одно отношение, закройте это, не это, не это, не это, Если, мое впечатление от народа Украины, как лично, это очень положительно. За все мои годы здесь, ну, в среднем, жизни в Украине, я бы сказал, что я буду вспоминать Украину с благодарностью. Я буду вспоминать народа, как одно из благодушных, благородных народов, но, для меня. И я буду вспоминать, что Украина, но благословенная страна, и теплая страна, но, и страна благодушная. Это не потому, что это реально, так украинский народ есть. Это потому, что так меня, ну, так я, с теми, с кем я столкнулся, с кем я жил, они мне создали такое впечатление. Но, второй, будет другой, ответ, который я дам. Но, вот, мое впечатление лично, то есть, другие люди имеют разные опыты в Украине, но мой опыт, в общем, это, ну, теплый. Самый, я думал, что я провел самые лучшие годы на сегодняшний день в Украине. Я думал, что мне повезло, я был окружен самыми лучшими людьми в Украине. Да, мне повезло, что больше добра, больше, ну, тепло вспоминается у меня, осталось у меня, без никаких огорчений, и без никаких обид, и без никаких злостей, только благодарности, но, счастья, что я провел эти годы здесь. Это только мое личное, чем я, лично, мое ощущение, да, а если то, что я знаю об украинском народе, то это совсем другая оценка. Если то, что я знаю, как специалист, ну, как эксперт, как антрополог, или как социолог, или как психолог, или как человек, который просто много знает, эрудит, то, что я знаю, не то, с чем я столкнулся. То, что я столкнулся, это то, что я уже говорил, а то, что я знаю, это то, что об украинском народе, это то, что этот народ будет много еще страдать, прежде всего из-за того, что его элита сама невысоко думает о себе, не о себе, лично только думает, о народе невысоко думает. А поэтому будет много еще страданий, во-первых. Во-вторых, то, что я знаю об украинском народе, что у нас, нам не вложили системно сенности, нет системы сенности, ну, в обществе, ну, те сенности, которые остались, это то, что были переданы из коммунизма, к сожалению. И из-за этого, из-за отсутствия сенности, народ Украины на сегодняшний день, как я знаю, в основном ориентированный на чувства. Это народ, который ориентированный на чувства, не на сенности, просто чувства. То есть, если мне хорошо будет, мне хорошо, я хорошо себя веду. Если мне плохо, то я могу быть, этот человек, который хорошо к тебе относился вчера, он может быть другим уже через 5 минут, только потому, что что-то плохое произошло, или что-то. То есть, нет сенности, что неважно, как что произошло, я остаюсь таким, какой я есть. Этого нет. То есть, народ, который ситуативный, в зависимости от того, что происходит, это потому, что народ сам не обучен целиком, как жить по сенностям, вообще, все время, как бы стабильным, не просто жить по сенностям, нам не знакомы вообще понятные сенности. И из-за этого будет очень много обид, очень много слез, очень много слез, потому что политики тоже такие же. То есть, будет много конфликтов, будет много внутренней противоречий, потому что все ориентировано на чувства. А чувства же могут быть, могут тебе обидеть все время, но, и нужно уметь жить по сенностям. Пока Украина не начнет жить по сенностям, но будет очень мало стабильности. Все будет постоянно меняться, не к лучшему, но каждый будет тянут обеяло на себя, и каждый будет искать только свои интересы. Из-за этого будет большой путь, долгий путь страдания, неустройство, к сожалению, может быть, в стране в целом. Следующее, что я знаю, из-за того, что тоже нету, не было, приучено, страна не приучена в самых важных вещах в жизни. В Украине 99% людей не знают, что ценнее в жизни, что ценно в жизни, или что ценнее, больше всего. Короче, это последствия ложной ценности, опять же. Вот, допустим, если я спрошу, может быть, 90, 100 тысяч человек интервью, и скажу, назовите самые три самые важные ценности в жизни, и 100 тысяч человек, может быть, один человек назовем, или, может быть, никто не назовем, в Украине. Из-за этого, из-за ложной ценности, будет очень тяжело сращивать здорового народа. То есть, народ постоянно будет, допустим, что я имею в виду ценности, если я скажу сейчас, самые главные три вещи, которые должны быть самые главные в жизни, для украинского ума, это будет как нонсенс. И это не только Украина, а для бывшего Советского Союза, это коммунизм, так дело. Допустим, если я скажу, что самое главное в жизни, это не дети, для украинского народа, это как нонсенс. Если я скажу, что самое главное в жизни, это не семья, тоже как нонсенс. Если я скажу, что самое главное в жизни, это не деньги, тоже как нонсенс. Потому что это то, на что мы молимся. А если я скажу, что самое главное в жизни – это самообразование, допустим. Ну, это будет как это, при чем вот это. Вообще, мы даже туда не добираемся. Даже если бы написали 100, список 100, это вообще бы туда не попало. То есть неправильная ценность. Допустим, если я скажу, что самое главное в жизни – это, допустим, служить другому. На Западе – это через одного тебе скажут – служить, служить другому. Но здесь служить другому, при чем-то другому. Может быть, в своей семье, но другому служить другому как-то. Это вообще понятия, ну, странные и дикие для нашего народа. А это самые важные вещи в жизни. Потом, если я скажу, что самые важные, третий, самые важные вещи в жизни – это умение строить взаимоотношения, ценность взаимоотношений. А вот для нас вообще взаимоотношения – это вообще не ценность. Взаимоотношения только у нас есть, только, ну, да. То есть мы даже не ценим эти родители тоже, мы даже не уважаем их. То есть у нас, но страна, где нету, не нету системы ценности. Из-за этого очень будет тяжело толком что-то делать, что-то взращивать. И это, с одной стороны, ну, одна из причин, почему мне придется уехать. Почему? Потому что я уже свое сделал. Те, которые, я думаю, Бог отобрал мне, со мной соприкасаться. Это их уже выбор сейчас. Услышать, потому что у них была возможность это услышать от меня. Иметь меня собой, рядом, и учиться этим вещам, и стать другим, другим народом среди этого украинского народа. Но все равно, как бы там ни было, мне кажется, что новый народ уже зародился среди украинского народа. И этот народ мне тоже не уничтожить, который я родил, пока я здесь. И этот народ все равно однажды вырастет и построит новую культуру и новые ценности, которые сделают Украине здоровое общество. Это может быть не одно поколение надо для этого. Но вот для общей страны Украины минус и дефицит очень слишком большой. Ощутимый того, чего нет, чтобы в одно поколение этого достичь. Спасибо. И третий вопрос. За все время проживания на Украине вы вложили свое время... Третий вопрос или второй? Я не сглечу второй. Мы разделили первый на два. Я просто не услышал, чтобы тебе это говорил второй. Следующий вопрос. За все проживание на Украине вы с первого дня вкладывали в народ Украины свое время, жизнь. И скажите, какой результат на сегодняшний день вы видите? Мне так кажется, что вы хотите слышать не те результаты, которые всем видно, да? Вы хотите слышать результаты, которые как я оцениваю? Да, да. Вашим взглядом. Есть результат, который все видят, это тысячную церковь. У меня была задача, когда я сюда приехал. Бог сказал, построить тысячную церковь. Много тысячную церковь. Я думал, что это всем видно. Потом у меня была другая задача, посылать миссионеров. Ход до арабского мира и Китая и так далее. Я думал, что тоже это уже видно. Хотя мы еще не дошли до арабского мира и Китая. Но процесс уже до такой степени запущен, что это дело времени. Вот это то, что видно. А то, что имя посольства Божьего или Санды Аделаджа стало узнаваемым. Мои братья не только узнаваемые, а... Ну... Кого не спаси все равно. Да, то есть, ну, как сказать, общепризнанное или как там сказать. Интересно. Да, то есть, это мало... А? Хорошо. Да, мало кому это удается. За всю жизнь, за свое поколение. Люди... Допустим, у нас 450 депутатов в Верховной Раде. Вы даже 10 из них не назовете. То есть, по чему речь идет? Стать глобально национальной личностью, это не так просто. Это не всем удается за жизнь. Это очень мало кому удается за всю жизнь. Поэтому это есть... Но это не то, что ты просил. И это не то, что я считал результаты. Тоже о чем-то говорить, да? А то, что... Мы смогли... Как протестантская церковь, колобели... Или как назовем колобели? Колобели православии поставить протестантского первого мера в городе. И при этом заплатить 30%, 34% в Киевраде. Это история, которая... Которая история на веках. А также то, что... Пастор Санды становится лесом Киева. Или самой известной... Ньюсмекером года в Украине. Или самой известной личностью, яркой личностью в стране. Но это тоже физические результаты, которые нельзя отрисовать. А то, что у нас... Наше, это больше тысячи церквей. Тоже о чем-то говорит, да? И то, что наше служение, сусадные, все... Прикасается к пяти миллионам минимум каждый год. Это не только в Украине по всему миру. Это тоже о чем-то говорит. То есть... Ну, огромная работа сделана. А то, что за реп-центр... По-моему... Если говорить о реп-центре, Очень тяжело не вспоминать посольство больше. Но, может быть, даже половина всех выпускников Или всех реп-центров, может быть, Еще посольство есть во всей стране. То есть... А то, что мы на сегодняшний день начинаем Двести церквей в году... В год. Это тоже результат. Двести церквей в год. Это сколько в месяц получается? Двадцать. Двадцать месяцев. То есть это... Это тоже о чем-то говорит, да? И... Но не это есть результаты, О которых... Я думаю, брат спрашивает. Я думаю, что брат спрашивает На самом деле... Как я сам оценил Мой труд здесь. За эти годы. Вот это более тяжелый ответ. Все то, что я сказал сейчас, Намного проще, Чем... Мою оценку. О моих трудах И моих результатах. Если я скажу, что у меня не было результата или не было достойного результата, Это, наверное, было бы не честно и не объективно. Я бы лучше сказал, что у меня результат не такой, как хотелось бы видеть. Я думаю, что у меня результат хорошо. Планы того, что... По-моему, еще видно, что я... Мне удалось родить целый народ, одинный народ. Я думаю, что вот я так скажу. То есть, как ни крути, Пастор Санды породил Одинный народ полностью. Неважно, те, которые в посольство Божье или не в посольство Божье. Даже если они не в посольство Божье Или в другие церкви, Я их родил. Это уже никуда не делится, да? То я породил... Удалось родить целый народ, другой народ. Даже те, которые ушли из посольства Божье, Они все равно живут по тем принципам И по тем ценностям, которые я вложил в них. То есть, они живут уже не так, как жили до появления Санды в стране. Поэтому в этом плане я думаю, что... Этим я могу вспоминать, Этим могу утищаться, Этим могу гордиться, И это могу вспоминать. А... Как я оценил мои эти годы здесь? Тридцать лет в Советском Союзе И двадцать с лишним лет в Украине. Я думаю, я его оценил так, как школа. Одним словом. Это определенный этап учебы для меня. Я думаю, что очень хорошая школа. И благополучная школа. Это было бы более идеальное описание от меня. Более идеальная оценка, как я бы оценил. Я думаю, что школа лучше так. Вот это моя оценка, что школа... Какая школа? Я думаю, что очень глубокая. Очень хорошая. И то, что я научился здесь. Мои эти годы инвестиции здесь. Точно так же, как мои годы в Беларуси семь лет. Позволили мне иметь результат, который я имею в Украине. Так же самое. Мои двадцать с лишним лет здесь в Украине. Позволят мне иметь результат, который я думаю... Если есть человек в Белом свете, который такой результат будет иметь, будет очень немного. Я думаю, что все то, что я здесь проходил, и все, что я имею, и все, за что я знаю здесь в Украине, это будет мелочи. Такое, что... Это как будто но ни с чего, в сравнении с тем, что я собираюсь делать в Баданеши. Теперь у меня к вам вопрос. Мне интересно знать, с каким побуждением и с какой причиной вам хотелось знать эти вещи, которые вы спросили у меня. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мне интересно знать, насколько вы считаете, получили ли ответ на ваш вопрос или нет. И третий вопрос мой. Ответы, которые вы получили все-таки, это были то, что хотелось или ожидалось быть слышно? Или все-таки не ожидали были ответы? Это первый вопрос. Спасибо за вопросы. Я вопросы задавал не только себе, а тем людям, которые нас смотрят, которые здесь сидят. И мне было ваше мнение о том, что ваш взгляд на то, что происходит, и как мы меняемся, и что с собой являет действительно народ Украины, и как он может изменяться, что в какую сторону лично ваше мнение мне было интересно. Потому что на сегодняшнем ретрите, который проходил, я заметил, что есть большая разница между системным мышлением и аналитическим. Я понял, что у меня больше аналитическое мышление, чем системное. Это больше обширное. И мне стало интересно действительно, что есть люди, которые обладают этим системным мышлением, и они правят этим миром. Так как вы таким являетесь, то мне было интересно ваше мнение. Насчет результата. Результат ответа мне не совсем устроил. Я ожидал больше таких интересных вещей, которых как бы я сам не ожидал услышать. Вы правильно начали говорить, что это вам тоже, то, что вы рассказывали, это вы видите, это вы знаете, это вы поняли, и все остальное. Но более глубоко я не услышал. Лично от ваших. Скажем так, это тайны, которые именно вы увидели. Именно в каком вопросе? Во втором. Какие ожидали ответы? Не о том, что о народе Украины, а какой результат вы видите. Это второй вопрос, да? Просто мы первый разбили на два подпункта таких, и получился еще, да, можем так сказать, что это два вопроса. Первый вопрос мы разбили на два подпункта, а второй уже получился сам по себе. Второй это тот, что, какой результат из вашего проведенного здесь времени. А что ты ожидал бесслышан? Что не услышал? Это я буду знать направление, я могу так ответить тоже. В основном, вы рассказали то, что, как бы, я это приблизительно предвидел. Предвидел, ну, как вот такое, знаете, таким, может, чечом, может, как-то видел, потому что я сам рассуждал в себе, и потому я не увидел. И третий вопрос, я извиняюсь, вы задавали. А я не понял, вот этот, что ты ожидал, чего я не говорил. Что бы ты хотел сделать? По поводу результатов. По поводу результатов. По поводу результатов. Вы уйдете, уедете. И как мы дальше будем без вас, вот на ваш взгляд. Потому что я смотрю, вы нас уже спрашиваете об этом, наше мнение. И я потому и спрашиваю вас, как вы это, и почему вы этот вопрос начали нам задавать. В принципе, вы нужны со своим мышлением, со своим мнением и со своим взглядом, вы должны это предвидеть. А вы нас почему-то начали здесь спрашивать, значит. То есть, насколько именно народ украинский, ты имеешь в виду, как верующий народ? Посольство Божие способен меняться или справляться? Не верующий народ меня пока есть, потому что там проблемы я сам вижу. Они не идут туда, там есть заборы, и заборы, там выхода нет, пока мы к ним не придем. А мне интересно верующие. А я не знал. Я больше, поэтому ты и не доволен остался. Я больше давал ответ в общем. Потому что я слышал слово народ Украины. Поэтому я думал именно о неверующих, в основном, в общем. А если действительно о нас, да, тогда это другой вопрос. О моем труде здесь. Народ, который я оставляю за собой, ну, после себя. Во-первых, я думаю, что люди будут удивлены от того, что я не мечтаю и не желаю оставить церковь после себя. Посольство Божие или другой, это не моя мечта, оставить церковь после себя. Церковь, конечно, уже есть и останется, и будет жить. Как бы Иисус обещал, до пришествия Иисуса будет посольство Божие жить. Но не это моя мечта. То есть, Иисус говорит, что я посольствовал церковь своего врата Данима Далее. Он занимается этим. Но чем я бы хотел оставить, что бы я бы хотел оставить по себе, это народ. Другой народ. Обновленный народ. Народ, который стал видеть. Мне хочется оставить по себе народ, который стал осознанным. Народ, который стал думать. Народ, который стал жить для силы. Народ, который знает, что хочет. И народ, который понимает, что такое Бог и как Ему угодить. И народ, который будет готов платить любую цену, чтобы удержать и устоять свою позицию. Если это будет в церкви или не в церкви, мне все равно. Просто народ. Теперь, как, удалось ли мне создать такой народ? Я думал, что у меня был здесь небольшой успех. Скромный успех, чем я хотел бы. У меня был больший успех по созданию церкви. Потому что я потратил на создание церкви 15 лет. И я ошибочно думал, что если я создам церковь, это значит, что я создал народ. Теперь я не совсем так думаю. Я думаю, что за шестую годы, которые я потратил на то, чтобы создать церковь. Если бы я это потратил на то, чтобы создать народ, был бы лучший результат. Но церковь тоже сможет со временем превратиться в сильного народа Божьего. Но для этого еще надо больше работать. Но я хочу поблагодарить Бога за последние годы кризиса мои. Последние 7 лет, когда я не уезжал из Украины. Которые самые тяжелые для меня годы. Годы, когда я больше всего испытывал на себе несправедливости, нечестности. И самое хуже, что есть в украинском народе. В Украине, и вообще не только в Украине, вообще в натуре людей. И в системе, в которой мы живем. Я по полной программе на себе это испытал. Но несмотря на то, что это самые тяжелые такие годы, хочу сказать, что именно в это время Божьей мудрости, Божья мудрость так работает, что то, что мы думаем самое ужасное. Сейчас это как копейки, как называется? Как называется? Медал, не медал, деньги, копейки. Ну, называется другое слово. Монета. Это как две стороны монеты. С одной стороны, это монеты, это то, что я уже сказал. Самые тяжелые, самые неблагодарные, самые ужасные, самые... Но с другой стороны, я не могу считать этот период ужасным, потому что это неправда. Есть вторая сторона монеты. И вторая сторона монеты для меня это самое тяжелое время, и есть самое лучшее время. Потому что именно в это время я... Мне удалось увидеть, и мои глаза открылись на то, что я неправильно делал акцент в моем служении. Акцент был сделан на построение церковь мощной, сильной, лидеров, пасторы и так далее. И я благодаря этому кризису понял, что, может быть, в других странах так пойдет, так работает. Но здесь, в Украине, так не работает. И что в Украине надо сделать акцент на создание личностей. Потому что личностей не было. По крайней мере, мало личностей. И среди тех людей, которые... Той церкви огромной, многотысячной, которую я построил, в основном, люди просто были. Но не личности. Достаточно сильные, чтобы нести то, что я нашел. Поэтому мне пришлось это, начинать создать именно такого народа именно во время кризиса и благодаря кризису. Получилось ли мне, у меня или нет, именно создать такого народа, который хотелось бы. Я думаю, что получилось заложить основания. И получилось показать людям, что можно по-другому жить. Я думаю, что получилось дать людям, верующим, увидеть, что... Верующие христианство, это не просто эмоция, приходить в церковь, молиться, плясать, прыгать. А что можно стать кем-то вообще в обществе. И что надо ставить другие цели. И надо, ну, вообще себя по-другому позиционировать в этом мире. Вот. Я бы не сказал, что уже удалось создать такого народа. Но я думаю, что запустил я процесс. И я думаю, что отдельные личности удалось создавать, которые пойдут дальше и будут нести эту философию создания нового народа для Бога. Народ, который справится с задачей возрождения Украины на будущем. Вот это я вот так в общем дал ответ. Можно будет более детально и более разбить этот ответ по деталям. Но это если надо будет. Но я думаю, ответил ли я теперь или нет еще на то. У меня еще есть несколько вопросов. Хорошо. Можно? Да. Вы нас спрашивали. Мы останемся в тех же действиях без вас, в которых мы и шли. Сможем ли мы устоять? Я вас хочу спросить. Вы верите в то, что мы будем идти тем же путем и наши лозунги все останутся в действии. Будем идти против коррупции и менять ценности людей, менять ценности Украины? Вы верите в это? Я не верю, что церковь посольства Божьей, как движение, не уверен, что она сможет это делать. Спасибо. Но я думаю, что выходцы или члены, прикольные посольства Божьей будут это делать. Поэтому именно я и сказал, что я не хочу оставить церковь, я не хочу оставить церковь или посольство Божье, как мое наследие. Хотя она будет, и она будет жить, и здравствовать, и будет расти, и все будет хорошо. Но я думаю, что больше наследие для меня будет той личности, которая удалось сформироваться в этой церкви. И я думаю, что посольство Божье, как движение, будет дальше двигаться сильно. Но скорее всего, я боюсь, что когда я уеду, она будет просто как церковь. И будет двигаться дальше сильно, миссионерская церковь и так далее. Но будет больше как церковь. Но она может не быть как общепоглашающая структура, которая векде проникает, как сейчас. Я думаю, что, но зато удалось мне заложить основание, чтобы были люди, личности, которые все равно будут продолжать вот так проникаться. Может быть не от имени посольства Божьего, может быть от имени своей организации, от имени Бога, от имени христианства. Но вот это, я думаю, что продолжится. Спасибо. Вопрос. В Писании написано, уйдет пастор, рассеются овцы. Слово должно исполниться. Как вы видите, церковь посольства Божье дальше? Во-первых, я думаю, что опять же я продолжал эту мысль о том, что моя мечта не оставит посольства Божьего. И не это я бы хотел видеть за собой, как свой успех и свое достижение. Даже как это ни странно, я уже давно, где-то 15 лет, говорю о том, что я не хочу оставить деноминацию после себя. Пастора мои об этом знают, я им это говорил, если они помнят. Я хочу, чтобы когда я уеду, чтобы посольство Божье не было как единая структура иерархии, как православная, или католическая, или баптистская. Я бы не хотел, чтобы посольство Божье вот так именно было. Может, оно так и будет тоже, было бы неплохо, но это не моя цель. Моя цель и мое ожидание, когда я уеду, это то, чтобы все церкви посольства Божьей рассеялись на самом деле. Не разбежались, а рассеялись. Что я имею в виду? Я имею в виду, что я хочу, чтобы каждая церковь один, один, чтобы говорить. И другая, как один организм. Место того, чтобы это было как православный, где есть епископ или архив. Ну, а филарет, или там, мелорет, или полиатрит, или метрополит. Метрополит, вместо метрополита или филарета, я хочу, чтобы у нас была каждая церковь один. Может быть, будет епископ или будет церковь, но у них будет объединение, или союз, или управление, или сеть. Ну, дружба. Но это просто как сотрудничество по любви. Ну, они могут по договоренности, или по своему желанию объединиться, провести конференции, что-то делать вообще. Ну, как родственники. Но я бы не хотел его оставить, как оно было при мне. Когда я уеду, я хочу, чтобы каждый рассеялся, чтобы каждый делал, как она себя видит, каждая церковь. А? Мне нравится ваша церковь. Да. Идея. Такое видение. Вот поэтому то, что слово должно исполниться, я приветствую. И я хочу, чтобы оно так и было в моем случае. Я не хочу оставить посольство Божье, как отдельное такое, монокуртурное, монотонное, элит, но монолит такой. А я хочу, чтобы каждая церковь, каждая двигалась независимо, но родственная, чтобы они дружили между собой. По поводу членов людей, это уже не от посольства Божьего, не от меня уже это будет зависеть. Если каждая церковь и каждый пастор может и смог сберечь своих людей, это уже не вопрос посольства Божьего, это уже вопрос каждой церкви. И раз каждый пастор не уезжает, не должны рассеяться их люди. Это зависит от того, насколько они хорошо работали. Это уже будет зависеть от личностного труда каждого пастора. Поэтому, если они остались здесь и их люди рассеются, это их проблема. Потому что теперь, на сегодняшний день, я специально несколько лет отошел в сторону, чтобы не привязать к себе людей или к церкви. В основном сейчас каждая церковь одна, так и уже работает. Я есть объединяющая личность, но уже не так, как было раньше, допустим, первые 15 лет, когда все на меня держалось. Я думаю, что это большая победа, что каждая церковь делает свое, имеет свои программы, свои планы и так далее. И когда я уеду, я думаю, что есть люди, которые сейчас пока не есть пастора, не есть пасторы, которые еще не начали. Но когда я уеду, им будет тяжело оставаться под некоторыми другими пасторами, и они тоже начнут свое служение и свою церковь. То же посольство Божие, может быть, они назовут по-другому, но это будут тоже выходцы и дети посольства Божьего. Все будут, наверное, признавать пастора Сандея, но каждый будет один жить и существовать и строить служение, как он видит. Вопрос. Вертикаль власти будет нарушена. И у церквей, которая рассеется, будет немного сил. Вы сами это видите, сами это сказали. Скажите, как вы и будете ли вы поддерживать отношения с церквями посольства Божьего? Я думаю, что если даже я уеду, я буду приезжать время от времени. Я думаю, что это будет повод для людей всем собрать, всем обновлять отношения, завет и так далее. И когда я уеду, конечно, мне бы хотелось поддерживать отношения со всеми церквями посольства Божьего или особенно с пасторами. Но я не буду требовать, я не буду настаивать, я не буду так же, я не буду это выставлять как условие. Я буду, я уеду и все. И буду только общаться с теми людьми, которые будут сами прилагать усилия общаться. Спасибо. Еще кто-то хочет задать какой-то вопрос? Тогда, может, к комментариям по поводу сегодняшней встречи. Елена Узунова. Пастор Сандей, с глубоким почтением к вам. Спасибо вам за новый генофонд. Божий генофонд. Валерий Суровикин. Любая попытка избежать напряжения в чем-либо, потом будет человеку очень дорогого стоить. Олег Кемерин. Спасибо за пасторя Андрея и пасторя Валентина Куксенко и анатомию брака. Людмила Мазалова. Прежде чем выйти замуж или жениться, нужно стать... Нет, сначала. Окей. Анна Кузнецова. Вопрос от Родиона Кузнецова. Пастор, расскажите о ваших планах, что конкретно вы планируете делать дальше, в каких основных направлениях вы сосредоточите свою деятельность? Если я уеду, я уеду скорее всего в Африку. Потому что мне всегда, сколько я здесь бы не жил, я всегда переживал о том, что... Особенно каждый раз, когда я чувствовал, что не сценили того, что я нес. Я всегда переживал, что Украина нам много повезло больше, чем в моей стране, откуда я родом. И я... И не только мне... Закройте дверь, можно там? Я лично думаю, что любая страна, и моя страна в том числе, завидует Украине за то, что пастор Санды именно здесь живет. И я лично осознаю и даю себе отчет о том, что по-человечески я бы не хотел делать то, что я делал в Украине, именно в Украине, по-человечески. Потому что особую благодарность я не чувствую, да, с Украиной. И только от отдельной личности, которая в церкви и так далее. А с Украиной, как в общем, ну, наоборот, я бы чувствую. Поэтому мне бы хотелось делать то, что я делал здесь в Украине, для той страны, которая отблагодарит. И заметит, и осенит по достоинству моего труда. И каждый раз, когда... происходило какие-то вот такие вещи, я всегда молился Богу, чтобы Бог мне дал возможность, хотя бы своей стране, сделать то же самое, что я здесь делаю. Я считаю, что там, в Африке, больше нужды, чем в Украине. Там больше нищеты, там больше населения. Я есть в Нигерии, где население 170 миллионов. То есть три раза в Украине. И... Я бы хотел очень помочь. Я знал, что я могу делать. И как мне, я 20 лет или 30 лет отдал Украину. Если бы я дал столько у Нигерии, откуда я родом, Нигерия бы стала одной из ведущих стран мира. И я знал, как это делать там. Не то, что там не будет проблем, там будет то же самое. Но я буду знать, что хотя бы, ну... И там даже, ну, будут... Ну, будет другой. Я знаю, что... Короче, будут меня больше благодарить и признавать там. И поэтому, если Бог мне дает такую возможность, если Он даст, чтобы уголовное дело закончилось против меня, я хочу уехать в Африку и сделать в Африку то же самое, что я сделал здесь. А африканцы, они благодарны. Они благодарны настолько, что я знаю, что если я сделаю даже столько же, сколько я здесь сделал там, я буду там иметь не 100 тысяч человек, может быть 100 миллионов человек. Я намерен поехать в Африку и создать там движение и церковь, и другие, которые будут иметь минимум, миллионы последователей. Я считаю, что все то, что я сделал здесь, это подготовка. У меня есть планы, я уже разработал для себя планы, чтобы, по крайней мере, ну, десятки миллионов, десятки миллионов иметь последователей первые 10 лет. И это будет население Украины. И если я буду иметь все население Украины, это лучше туда ехать, чем здесь остаться, где я буду только довозиваться ретритом. и те, которые здесь. А Африка, это полмиллиарда человек. Я могу тут реально... но движение, последовательство, свое движение создать, которое будет как население Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ